Аллу Пугачёву потребовали признать иноагентом. С таким предложением в Генпрокуратуру России пришёл доносчик Виталий Бородин. Поводов для награждения Пугачёвой этим клеймом Бородин нашёл несколько. Она поддерживает своего мужа иноагента Галкина, она уехала в Израиль и она оскорбила россиян в своём обращении к Стасу Михайлову. Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, бесколосая певица. Старенькая Алла Пугачёва, да я б встал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу скажу, что думаю. А чё я могу и сейчас? Мудак ты, Стасик. Нормальные люди не собираются возвращаться туда, то есть в Россию. Именно эта фраза так не понравилась доносчику Бородину. Само видео Алла Пугачёва записала в качестве ответа Стасу Михайлову, заявившему, что все артисты, которые покинули Россию, должны потом приползти на коленях и целовать ноги. И вот когда, не будем называть по именам, я когда вчера посмотрел эту историю, показали людей, которые в адрес нашей страны говорят какие-то милицеприятные вещи. Я вам скажу так, что это не совсем то. Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны А, понимать одно просто. А, первая вещь. Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они пристают понимать, их не будет как личность. Б, простая вещь. Они на колени все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги. За последние два года Алла Пугачева сделала сразу несколько заявлений, которые пропагандисты обмусоливали в эфирах. Стартовой причиной для ненависти стал уезд Примадонны из страны. Она сделала это молча, но тогда это обсуждали все. Молчание Аллы часто бывает красноречивее любых слов. Это во-первых. Поэтому я как раз ее молчание и ее отъезд из России воспринимаю как очень громкое, просто оглушительное заявление по поводу всего происходящего. И любой человек, имеющий голову на плечах, наверное, элементарное воображение, он поймет. Потому что ведь это не Алла уехала из России. Это Россия осталась без Аллы Пугачевой. Строго политических высказываний, ну, скажем, с четкими требованиями, у Аллы Пугачевой за это время было немного. Но о ее позиции можно догадаться, просто глядя на публикации ее мужа Максима Галкина. Он не раз публично выступил против войны, давал в Израиле концерты, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам. За это Минюст признал Галкина иностранным агентом. На решение российской власти тут же отреагировала Пугачевая и взяла Минюст, можно сказать, на слабо, предложив ее тоже сделать иностранным агентом. Это было самым артикулированным ее заявлением. Дальше я процитирую. «Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан». Пока Минюст не отважился дать Пугачевой статус иностранного агента. Все, на что решаются в больших кабинетах, это не останавливать телепатриотов, когда те обливают грязью знаменитую пару. «Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь, ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека. Ну зараза, они там как на подбор такие, ну как на подбор, ведь про каждого можно рассказать. Я их не люблю, и не любила никогда. Ну елки-палки, и ты вот человек вот такой, лживый-перелживый, печать ставить негде, ты позволяешь себе мою родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем, ни о военной операции, ни о геополитике, ни о том, что такое вообще родина. Ну ты что за мразь, понимаешь, я в конце концов решила позволить себе говорить правду про них, про всех. Каждый раз, когда они будут позволять себе вот такой, не буду называть слово употребимое в интернете, как бы ты сказать, выплеск эмоций, я буду позволять себе вот такой выплеск эмоций. Не из-за себя, они про меня ничего не говорили, за страну. А может быть он просто патриотно испугался? Другое, довольно скромное, но обсуждаемое высказывание Пугачевой случилось 3 марта, через день после похорон Алексея Навального. Цитата. Первое воскресенье весны, праздник желтых цветов. Не сдавайтесь, не унывайте, мир вашему дому. Написала она в своем инстаграме. Многие увидели во фразе «не сдавайтесь» отсылку к словам Алексея, который также призвал ни в коем случае не сдаваться. Это могло бы быть просто совпадением, если бы не публикация Максима Галкина, сделанная 3 недели назад. Умер Алексей Навальный, нет слов, господи, дай сил, родным пережить это горе. Самые глубокие и искренние соболезнования – семья Алексея. В общем, позиция самой известной и легендарной артистки России понятна почти каждому, в том числе пропагандистам и стукачам. Ровно по этой причине они регулярно пишут доносы, требуют отменить концерты Кристины Арбакайте, дочери Примадонны, а заодно признать саму Пугачеву иностранным агентом. Лучше всего этим персонажем отвечает сама артистка. Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела. Жертвовала своим здоровьем и личной жизнью. Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok